Глава двадцать седьмая Лидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, и, едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмане. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Лосея. Но, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидом. Корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать воду. Подняв ее, стали употреблять особие и обвязывать корабль, боя же, чтобы не сесть нам на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал среди нас и сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы на Симе были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерев глубину, нашли двадцать сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажен, опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель, но увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волны. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Глава двадцать восьмая Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спасшегося от моря суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова именем Публия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочее на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почестей, и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем на том острове. И, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путиол, где нашли братьев и были упрощены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник предал узникам военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и, когда они сошлись, говорил им, мужи-братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исайю, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И так, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда Он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.